Наступает 2023 год. Сейчас как раз идут последние приготовления к празднику. Пора получения подарков. Так как символ года – кролик, многие его приобретут. Кто-то в виде мягкой игрушки, но есть и те, кто заведет настоящего, живого. Альбина Ламкова узнавала, какое ждет будущее, грядущее в году в компании кролика. А кролик – это подходящая компания. Это истина. Тем более, что в компании кролика мы будем жить на протяжении 2023 года. Астрологи утверждают, нам будет комфортно и спокойно. Ну а если еще подарят настоящего, станет еще и хлопотно. Потому как и любое животное требует заботу и внимания. Разведение кроликов стало набирать обороты и постепенно превратилось в популярную сферу животноводческой деятельности. Кролиководы плотно занялись вопросом увеличения популяции этих животных. Два-три раза в год рожает. Может дать одна самка. Восемь крольчат нормально кормит. И больше кормит, но крольчата слабо становится. Лучше восемь штук. Азамат Шхагоши в разведении кроликов занимается довольно давно. Есть у фермера и ушастики гиганты и обычные пушистики. Домашний кролик может стать хорошим другом семьи. Знакомьтесь, его зовут цыган. Он ласков и гриф. У кроликов особенный характер. И могут они обижаться. При этом не стоит забывать, что у них острые когти. Неоспоримый тот факт, что милых и пушистых ушастиков очень любят дети. Поэтому зверюшки часто становятся одними из главных и в большинстве случаев безобидных персонажей сказок и мультфильмов. Есть еще один момент. Наступающий год кролика называют еще и годом кота. А все потому, что чем-то схожи эти два создания. Оба пушистые, ласковые и при этом умеют приземляться на четыре лапы после падения. Главная ценность для символа 2023 года черного водяного кролика – это дом и семья. Поэтому в новом году нужно сделать акцент на личных отношениях, проводить больше времени с родными и близкими. А еще кролики – это не только ценный мех, но и 3-4 килограмма диетического, легко усвояемого мяса. Эта фраза, произнесенная еще в 80-х годах в известной миниатюре, уже давно стала крылатой. В дикой природе хищники это тоже знают. Тут-то пушистикам и пригодятся мегалокаторы, сканирующие местность на подозрительные звуки. Какие ушки у тебя красивые! Чего же ждать от 2023 года? Похоже, год будет довольно стабильным. Крупные экономические кризисы, скорее всего, пройдут мимо. Так как кот и кролик не любят резких движений, говорят астрологи. Ушастый невероятно теплый и уютный. Поэтому есть ощущение, что наступающий год будет именно таким. А еще пушистики – вегетарианцы. Они привыкли к овощному изобилию. А значит, мы можем надеяться на плодотворный год. Конечно же, не все зависит только от кролика или кота. Людям важно самим нести добро, чтобы получать его в ответ. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Вести, Корочаево, Чекесия.